Привет! Как дела? Сегодня рассказ о национальном свадебном шоу в Лондоне. Два раза в год в Лондоне проходит самое большое в Великобритании свадебное шоу, на которых дизайнеры свадебных нарядов показывают на подиуме свои новые коллекции, а поставщики и организаторы свадебных торжеств предлагают молодоженам свою продукцию по выгодным ценам. Выбрать свадебное платье, самый главный для женщины аксессуар, не только на само торжество, но и на всю оставшуюся жизнь. Не так-то просто. Среди разнообразия кокеток и кринолинов, каждая хочет выбрать для себя что-то особенное, не только подходящее по фигуре, но и по душе, чтобы хоть раз в жизни почувствовать себя королевой. Современные дизайнеры делятся своими советами о том, какие силуэты, материи и аксессуары нынче в моде, и как правильно выбрать идеальный фасон. Например, я однажды присутствовала на семинаре, где женщина, ну она эксперт в области свадебных нарядов, рассказывала о том, как выбрать фасон по фигуре, допустим, треугольника, или квадрата, или грушевидной такой фигуре. Под каждую фигуру есть определенный фасон и не один. И вот там можно пообщаться с этими экспертами, также послушать другие семинары о том, например, как целый день проходить на каблуках так, чтобы ноги не устали после свадебного торжества. Очень много интересных разных советов, семинаров. Ну и просто пообщаться с экспертами можно на этой выставке. И приходите, будет очень интересно. Главное, о чем не нужно забывать при выборе платья, это то, где будет проходить ваше свадебное торжество. Платье должно соответствовать и быть удобным в выбранной вами обстановке. Если это современная свадьба, скорее всего, невеста выберет что-то из того, что дизайнеры показывают на подиумах, то есть из последних новинок, в то время как в традиционной свадьбе будет преобладать классический стиль. Недостатки фигуры скрываются при помощи удачно выбранного фасона. Например, небольшой животик можно скрыть платьем с завышенной талией, а большие бедра юбкой-клёш. Кроме того, на выставке можно выбрать музыкантов, которые будут развлекать ваших гостей, также дизайнеров и оформления вашего праздничного стола, томаду, цветы, салфетки, открытки. Всё, что вам пригодится от начала и до конца проведения свадебного торжества, можно найти на этой выставке. Я несколько лет посещала это шоу. В основном оно проходит 2 или 3 дня, по весне в феврале и по осени, где-то в октябре-ноябре. В выставочном центре «Олимпия». Иногда его переносят в выставочный центр «Эксель». В этом году свадебное шоу состоится в выставочном центре «Олимпия» 15 и 16 февраля. Шоу не бесплатное, билеты туда продаются от 14 до 35 фунтов. Это примерно 1000-3000 рублей. За 35 фунтов у вас будет VIP-тикет, VIP-билет, благодаря которому вы получите первые места, чтобы посмотреть свадебное шоу на подиуме, где модели будут разгуливать в последних современных новинках от британских дизайнеров, которые будут представлять новые свадебные костюмы, платья и аксессуары. Кроме того, вы получите бокал шампанского и сумку под названием «Гуди Бэк». То есть в пакете, где будут сложены некие подарки, презенты для вас. Это чаще всего косметика, какие-то крема, какие-то предложения от представителей, которые находятся на данной выставке. Такие подарки я получала как пресса, потому что нам тоже часто, не всегда, но часто выдавали целые огромные мешки с разными презентами от представителей выставки, которые складывают туда и блокнотики, и открытки, и флешки со своей информацией. Но для того, чтобы нам описать это событие или какой-либо экспонат, или какой-либо стенд этой выставки, нам надо знать более подробную информацию. И часто я даже получала какие-то духи, прям целый такой огромный флакон арабский, по-моему, крема, тональные крема, тени, лаки для ногтей, всё что угодно, и даже какие-то приглашения. Один раз, я помню, было приглашение в какой-то отель в Ирландию, для того, чтобы просто посетить и описать потом его бесплатно. И я очень хотела туда поехать, но в Ирландию я не могла поехать, потому что у меня была английская резидентская виза, а туда можно ездить только по шенгенской визе, если ты живёшь в Великобритании по резидентской визе. Ну, я так и не поняла, почему я не могла поехать в Ирландию. В общем, я упустила этот момент. В течение полугода я могла посетить этот отель. Так вот я экономила на косметике и на каких-то шампунях. Иногда и шампуни, и зубная паста, и всё что угодно могли положить. В основном туда накладывают какую-то новую косметику, которую ты можешь попробовать и прорекламировать где-то у себя в прессе, где ты работаешь. Будь то газета, журналы или какой-нибудь видеоблог. Поэтому часто так вот прессу балуют такими призами, я бы это так сказала. И я люблю ходить на такие мероприятия. Конечно, очень обидно, когда не дают ничего попробовать, и ты приходишь как бы и посмотреть вроде бы шоу, но и что-нибудь получить. Всё-таки бесплатно работаешь на этой выставке, и хотелось бы что-то взять и попробовать. Но бывает так, что не дают, и уходишь ни с чем. Ну вот, как-то так. Приходите на выставку, через неделю она уже откроется в Лондоне. Если вы готовитесь к свадьбе, это как раз тот самый шанс, чтобы встретить абсолютно всех организаторов мероприятия, которые проведут ваше самое главное жизненное событие на высшем уровне. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!